Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Рабде, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя в телесериале «Самое красивое». Хватит, Артуру. Ты чуть не провалил операцию. Поставил под угрозу мою жизнь. И всё из-за какого-то каприза. Ты отдаёшь себе отчёт? Как бы ты ни старался строить из себя настоящего мужчину, именно строить настоящего мужчину, из тебя прёт какая-то дурость. Откуда это ребячество в тебе? Ты моя начальница, хорошо. Не так ли? Ты моя начальница. Но давай работать согласованно. Между нами должно быть взаимопонимание. И давай работать как хорошие полицейские. Вот именно. Как раз этого я и добиваюсь. Хочу, чтобы наши отношения были исключительно профессиональными, понимаешь? Профессиональными. Чтобы ты обращался ко мне так, инспектор Линда Миранда. Пока я твоя начальница, наши отношения не должны выходить за эти рамки, слышишь? Ну, а что касается этого поцелуя, то это был не настоящий, фальшивый поцелуй. Вот и всё. Инспектор Линда Миранда. Что касается поцелуя, на этот счёт есть разные мнения. Замолчите, детектив. Вы находитесь в моём подчинении. Благодарю вас за проявленное ко мне уважение и держите дистанцию, слышите? Иначе я буду вынуждена принять меры. А сейчас притворись влюблённым. Вон тот тип, сутенёр, Рокки Сантос. Объект моего наблюдения. Хорошо. Как прикажется, инспектор Линда Миранда. Я готов. Любовь моя. Что случилось? Ведь кто-нибудь может войти и увидеть нас. А это нам ни к чему. Кто? Все в доме знают, что мы здесь. А ты ведь не из тех, кто боится рисковать. Ты занимался со мной любовью здесь, под носом из семьи. Но это дом твоей тёти, и нам будет неловко, если она войдёт. Любовь моя. Рауль, я хорошо себя чувствую. Не обращайся со мной, как с умирающей. Не в этом дело, я же не говорю. Нет в этом. Ты думаешь, что я не замечаю твоего охлаждения ко мне? Что ты целуешь меня из сострадания? Рауль, я не чувствую в тебе больше страсти, желания. А ведь я живая. Пока я дышу, я хочу жить, чувствовать. Я жажду чувствовать. Понимаешь, жажду. Я не умирающая. Хватит, хватит. Послушайте, дайте мне две минутки. Всего две. Две минуты? Послушай, прости меня, Габриэлла, но я попросил у тебя две минуты в офисе, чтобы поговорить с тобой. Но ты даже не удосужилась выслушать меня. Так или нет? Да, верно, верно. Но вы послушайте, поймите меня. Там в офисе вы поцеловали меня, но сделали это без моего согласия. То есть вы не имели права на это. И поэтому я не приняла ваших извинений. Понимаете? А сейчас другое дело. Не моя вина, что пришла моя мама. Да, не я виновата. И по правде говоря, я не понимаю, зачем она это сделала. Поэтому я считаю, что теперь пришёл мой черёд просить у вас прощения. Нет, нет. Я тоже пришёл, чтобы извиниться, но ты не даёшь мне возможности. Я не даю вам возможности? Да, именно так. Нет, это я не даю вам возможности? Ну хорошо, пожалуйста, я слушаю ваши извинения. И вы прощены. Понимаете? Прощены и точка. Нет, нет, нет. Минуточку. Никаких точек, никаких. Вот и всё. Ты должна меня хорошенько выслушать. Извини, но ты сильно ошибаешься. И я говорю тебе это откровенно. Гавриэл, я хочу работать с тобой, потому что мне это необходимо. Мне нравятся твои эскизы и всё остальное. Но дело в том, что ты не позволяешь мне этого. С тобой трудно работать. Ах так? Почему? Да, почему? А, хочешь? Хочешь, объясню тебе. Прекрасно, я тебе объясню. Впервые, когда я увидел тебя, я получил первый удар от тебя. Так ведь? Это была моя первая ошибка. Моя ошибка. Но мне было неприятно, подруга. Затем появляется твоя сестрёнка, твоя очаровательная сестрёнка. И тут я получаю второй удар, потому что она швырнула мне в лицо твои эскизы в присутствии моего отца. Хочу сказать, это было тоже неприятно. Но этим, этим дело не кончается. Появляется твой братишка, этот сумасшедший, как его зовут, левша, проша, ладно. Он хочет увезти мою машину. А я схватил его и отвел в полицию. Но там я сталкиваюсь с твоим дружком, полицейским, который тоже ненормальный, он хотел убить меня. Но этим дело не кончается. Хотя всё это приносит огорчение. И тут вновь появилась ты и залепила мне пощёчину в присутствии секретарши. Но тебе это кажется недостаточно. Ты оскорбляешь меня в присутствии моих сотрудников. Но мне это ужасно неприятно. Однако и этим дело не кончается. Не кончается, потому что, когда я прихожу к тебе, чтобы попросить прощения, я наталкиваюсь на твою мать. На твою мать, такую красивую, вроде обаятельную. Но она оскорбляет меня, унижает меня, выгоняет из дома. Она обходится со мной, как с преступником. Кроме того, она, я не знаю, до сих пор не пойму, почему, она оскорбляет моего отца. Он ты здесь при чём? Но этим дело не заканчивается. Меня выгнали из твоего дома, а ты приходишь ко мне с извинениями. Это всё, подружка, ужасно неприятно. И что же? Нет, извини, я хочу работать с тобой. Мне нравятся твои эскизы, твои идеи. Но, любовь моя, извини, с меня хватит всего этого. Почему я должен постоянно умолять тебя? Всему есть предел. Извини, хватит. Субтитры создавал DimaTorzok Почему он поцеловал меня? Почему? Ну ладно, хорошо. Я знаю, хорошо, да. Ты меня поцеловал, а этот тип готов был убить тебя. Но он не должен был делать этого. Ни в коем случае не должен. И почему я не сказала ему об этом? Сказал бы ему и всё. Чёрт побери этого, Рикардо. В самом деле, какой-то странный тип. Иногда поступает так, что я не могу подумать о нём плохо. И тогда он не кажется мне уже таким плохим. Но почему это так? Почему он обращается так со мной? Нет, он не хороший. Бесстыдник, садист. Вот он кто. Ну и хорошо. И хорошо я сделала, что влепила ему. Хорошо, но это ему в назидание. Наоборот, он огорчает меня. Ну почему? Конечно, это из-за работы. Вот теперь я без неё и осталась. И что это значит? Значит, что я должна вновь заняться поисками работы? Искать местечко, как говорят некоторые. Ну почему? Почему он поцеловал меня? Поцеловал бы меня один раз легонечко. И хорошо. Слегка бы прикоснувшись. Так нет. Целуют в засос. Если бы он меня поцеловал легонечко. Слегка. Всё было бы хорошо. Почему он такой ужас? Что мне теперь делать? Опять искать работу. Привет, Габи. Ну что случилось? Что у тебя с губами? Только не говори, что этот пьяный негодяй опять ударил тебя по губам. Нет, нет, нет. Со мной ничего. Ничего не случилось, индейцы. Успокойся. С тобой ничего. А скажи мне, что ты делаешь здесь в такой поздний час? Одна. Ну хорошо. Я... Ну просто мне не хотелось идти домой. Не хотелось идти к себе домой. И я пошла к тебе. И я шла... Шла и... Посмотри, какая ночь. Такая прохладная. Ладно. Почему нет? Давай зайдём ко мне. Я сварю тебе чашечку кофе. Поболтаем. Согласна? Хорошо. Пошли. Пойдём. Странная семья. Что у меня общего с Габриэлой друга? Не, я не понимаю, почему всё-таки это сеньора так не навидит нас. Федерико Линарес и вы одного полиягоды. Она говорила моим отце. Как будто знает его. Ай, Федерико Линарес. Ай, Федерико. Мы должны с тобой серьёзно поговорить. Рауль, если ты хочешь быть рядом со мной, бороться за меня, прежде всего, ты должен воспринимать меня как нормальную, здоровую женщину, не как больную. Я не хочу с твоей стороны жалости, сострадания. Я не девчушка, с которой надо обращаться осторожно. Я твоя женщина. Твоя, понимаешь? Именно это я чувствую с тех пор, как я полюбила тебя. Всё. Всё, Рауль. Всё. Уходи. Если захочешь увидеть меня, стань таким, каким ты был раньше, живым, весёлым, с другим выражением лица, с другими чувствами. Такой, как сейчас, ты меня не устраиваешь. И запомни, если ты останешься таким, все только раньше умрут. А теперь уходи. Уходи. Прошу тебя. Уходи. Что случилось, Ильяна? Ильяна, что с тобой? Уходи, Рауль, уходи. Что случилось? Ильяна? Ильяна? Что с тобой, Ильяна? Ладно, Николас, передай всё это Марии и Фернанди. Хорошо. Я возьму кое-что из машины. Хорошо. Рауль, друг, что случилось? Что ты здесь делаешь? Ты не похож сам на себя. У меня был серьёзный разговор с Ильяной. Я скверно себя чувствую. Но почему? Житейские дела, ты же знаешь. Да, хорошо, нам надо поговорить. Надо поговорить, но сегодня я не могу. Сегодня я скверно себя чувствую. Не беспокойся, я понимаю тебя. Я верю тебе, я знаю, как тебе трудно. Не беспокойся. Я благодарен тебе за всё, что ты делаешь для Ильианы. За всё, что ты делаешь для меня. Ну, что ты? Нет. Не за что меня благодарить. Твои проблемы, мои проблемы. Спасибо. Береги себя. Ты видишь, Габриэла? В каждой семье есть проблемы. Ты что-то не в духе, дорогуша? Масло. Мама говорит, чтобы я ела больше масла. Оно питательное. Вот так, моя любовь. Ешь сколько хочешь, когда его много. А пивко, консуэлла? Оно кончилось, мой дорогой. Тогда пошли кого-нибудь за баночкой. Ну, хорошо. Послушай. Эстер, раз ты собираешься идти... Нет, нет. Почему тебе не сделать одолжение и не купить пивка для Ромиро? Нет, он что, не знает, что после семи вечера не продают алкогольных напитков? Что такое? Ой, необразованный. Ты что, газеты не читаешь, слышишь? После семи не продают. А я пойду к Артуру, отнесу обед. Пока. Чао. Ну, если это правда... Нет, это... Это не дома какая-то богадельня. Если это правда, то это настоящее бедствие. Нет, ты кормишь даже полицейского. И папу тоже. Ну и ну. Что это ты распился, мой дорогой? Придет семейство. А этот, что сидит здесь, пошел отсюда. Сынок, пойди сюда. Ты совсем отбился от дома. Иди, поешь. Не, ну, муря. Оставь мне что-нибудь на плите. Оставь. Оставлю то, что ты купил мне на деньги, которые заработал. Поцелуйте к маме. Благослови тебя, Господь. Закрой решетку, мама. Только и слышишь, закрой решетку. Вы заметили, какое выражение у этого бездельника? Чем занимается этот парень? Ты подумал об этом? Чем занимается этот парень? Присмотрись к своим детям, Консуэлла. Займись ими, иначе тебя ждет ужасный сюрприз. Я предупредил тебя. Ну, ладно, ешьте, ешьте. Разве они могут заняться чем-то дурным? Я хорошо тебя знаю, Габи. Я тебя знаю. Я тебя чувствую. Не беспокойся. Все в порядке, понял? Ладно. Но если Рамира опять занялся рукоприкладством, я все равно это узнаю. Так что лучше тебе сама рассказать мне, что произошло. Не надо, ты не принуждай меня, Артур. Я даже его не видела, клянусь тебе. Габи. Габи. Что происходит? Что случилось с нами? С нашей дружбой? Как мне известно, у тебя никогда не было секретов от меня. Ну, хорошо, хорошо. Если ты не хочешь говорить со мной, так скажи. Я буду молчать, я понимаю. Но не лги мне. Ясно. Ты была мокрой от слез. А твое состояние задевает меня за живое. Я переживаю. Ну, ладно, ладно. Не обращай внимания. То, что произошло, не заслуживает внимания. Это все глупости, не боли. Да. Глупости, когда твои глаза распухли от слез. Нет, твоя грусть неспроста. Что-то тебя огорчает. Ну, хорошо. Я расскажу тебе, пожалуйста. Дело в том, что после стольких трудов я потеряла работу, вот и все. Потеряла место? Но каким образом? Что случилось? Этот тип выгнал тебя? Нет, нет. Он не выгнал. Я сама отказалась от нее. И больше не желаю возвращаться на работу к нему. Педро, где наша выпивка? Пошевелились руки. Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. Вообще-то моя семья и Артура, который стал почти членом нашей семьи, ничего не знают о моей работе. Они не знают, что здесь происходит? Я тоже представляю, что бы он натворил, если бы узнал об этом. Он бы из тебя коллегу сделал. Верно, действительно. Если кто-то видит здесь, что я работаю, сразу решают, что это неприличная работа. Да, я знаю таких типов. Они готовы вцепиться в тебя, как только ты потеряешь бдительность. Скажи мне, ну почему ты так поступила? Ну, хорошо. У меня есть на то свои причины. Ну ты не беспокойся, все прошло. Я не позволю, чтобы кто-нибудь узнал об этом. Ну хорошо, пойдем, Марисоль. Ночи еще не кончилась. Ты приступай к своей работе, а я займусь своим делом. Но сначала зайду в туалет и приведу себя в порядок. У нас могло бы что-нибудь получиться, но не получится. Что ты за человек? Что у тебя за дружки? Кто они? На самом деле ты хороший или нехороший? КОНЕЦ Девушки отдыхают 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 Ну-ка, ловите ее. Сейчас я ее погоню, а вы ее ловите. Я ее сейчас прибью. Давайте поймаем крысу. Ну, ловите. Больше ты у меня не закричишь, дорогуша, пока я буду заниматься с тобой любовью. Не закричишь. Сделка, которую мы только что заключили, заслуживает аплодисментов. И давайте выпьем за это, чтобы всегда у нас были деньги. Рокки, давай сменим тему. Кто эта блондинка? Минуточку. Эта девочка не дотрогая. Эта девочка исключительно для папочки, сидящего перед вами. Для господина господ, для короля этого бизнеса. Но чтоб ты не сомневался, что я тебе друг, я тебе даю возможность проверить. Спорим, что у тебя ничего не выйдет. Но пять сотен и хватит? Нет, всего пять, парень. Ставлю десять сотен. Ну, давай смелее, давай. Ладно, ставки сделаны. Давай. Эта девочка тигрица, даже львица. Львица. Идиот. Не может быть. Не может быть. Привет. Это ужасно. Этого не может быть. Не может быть. Это ужасно. Да хватит тебе. Ничего не произошло. Это был всего лишь поцелуй. Поцелуй и все. Поцелуй. Габи, тебе кажется, этого мало? Мало. Ну, послушай, это был не настоящий поцелуй. Ты знаешь, как было дело? Пришел какой-то тип и угрожал ему пистолетом. Этим объясняется этот поцелуй. Вот и все. Габи. Между вами не должно быть никаких поцелуев. Он не должен целовать тебя. Не должен. Пойми меня. Никаких поцелуев между вами. Он не должен тебя целовать. А почему? Что случилось? Я ничего не понимаю. Почему? Ничего не понимаю. Габи, этот тип не должен дотрагиваться до тебя. Он не может прикасаться к тебе. Это грех. Так как этот тип... Привет. Можно войти? А это, судя по всему, Габриэла. Ты Габриэла, да? Да? Нет, отец, не уверивай, скажи мне правду. Почему эта женщина сказала, что я весь в тебя? Что у тебя было с ней? Говори, прошу тебя. Нет. Я не хочу возвращаться к этому. Это... часть моего прошлого. И мы не должны... Нет, должны. Ты обязан сказать мне, что было между вами. Я жду тебя. Ну ладно. У меня... У меня была... связь с Консуэлло. Я сломал жизнь матери Габриэллы. Я... Я принес много горя к Консуэлло. И ты не должен поступать так же с ее дочерью. Нет, не может быть. Ты, папа, и эта сеньора. Ты, папа. Мать Габриэллы, и ты? Да. Да. Она мать этой девушки, которая тебе так нравится. И которой ты хочешь причинить страдания. И она приходила ко мне с просьбой. И даже требовала, чтобы ты не переходил дорогу ее дочери. Я обязан выполнить требования Консуэлло. Чтобы ты не причинял ей те страдания, которые я причинил. Ладно. Ясно. Теперь я понимаю ее поведение. И твое тоже. Признаюсь, мне стало ужасно неловко, когда я вновь увидел ее. Консуэлла была простой, благородной, импульсивной девушкой. Когда я увидел ее, сразу же осознал свою вину. Мне стало больно за то, что я причинил такой женщине столько зла. Я обманул ее. Одновременно обманул твою мать. Обманул. Миранда, что ты здесь делаешь? Пожалуйста, уйди отсюда. Нет, нет, это я должна уйти. Нет, ты останешься. Подождите минуточку, давайте поговорим втроем. Габриэлла, я давно хотела познакомиться с тобой. Правда, я не думала, что ты такая молоденькая. Я представляла тебя вполне сложившейся женщиной. Минуточку, Миранда. Ты взвешиваешь все-таки, что говоришь? Ну, что ты цепляешься? Ты что думаешь, что я позволю себе грубость в отношении этой женщины, которая похожа на изваяние? Кажется, она сделана из фарфора. Что это ангел, спустившийся с неба. Девушка, голубка, ты настоящая. Миранда, минутку. Посторожнее на поворотах, хорошо? Послушайте, синьора. Я настоящая, и поэтому я никому не позволю обращаться со мной как свящую. Надеюсь, я больше никогда вас не увижу. Габриэлла. Привет. Пойдем. Пока. Габри. Ты свихнулась. Зачем ты пришла ко мне домой? Почему так обращалась с Габри? Что с тобой? Что с тобой происходит, Линда? Что? 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 Вот что, Рамира, ты больше никогда не дотронешься до меня. Ненормальный, понял? Или я сломаю тебе хребет? Будь ты проклят, Рамира. Будь ты проклят. Поганый, Рамира. Я теряю его, Патрисия, теряю. Я его потеряла. Да нет, Ильяна, прошу тебя, как ты можешь говорить такое? Послушай, на земле нет мужчины, который бы любил женщину так, как Рауль любит тебя. Я это знаю. Дед, дед, он ушел, с ним что-то случилось. Ильяна, я видела, когда он выходил, он был сам не свой. Патрисия, я чувствую, что я теряю Рауля. Я его теряю. Пожалуйста. Прошу тебя, выпей. Посиди со мной, пожалуйста. Спасибо. Нет. Спасибо тебе за то, что ты делаешь для меня. Я ничего не делаю для тебя. Ты много сделала. Ты заполнила пустоту вот тут. Я чувствую ужасную боль. Бесконечную тоску внутри. У меня такое впечатление, будто я в трауре. У тебя кто-то умер? Хуже. Это ожидание смерти, которая тебя подстерегает. И чувство бессилия перед этой угрозой, которая лишает меня радости, иссушает мою душу. Вызывает страшную боль, понимаешь? Ну, хватит, Рубен, хватит. Ты разнесешь мне всю кухню. Подстерегай ее там. Мама, прошу тебя, здесь нет крысы. Откуда ты знаешь? Крыса в доме, это уже слишком. Ну, сделай одолжение, пошевелись, помоги мне. Что вы стоите, как вкопаны? Я с вами разговариваю или нет? Мамочка, может, это кошка? Кошка, кошка. Кошка, мышка, кошка. Да, кошка, мышка. Дочка, дорогая, что случилось? Что с тобой? Почему ты плачешь? Что такое? Ну, что с тобой случилось? Расскажи мне, дорогая моя. Мама, скажи, кто тебя обидел, и я его прикончу своими руками. Дочка, что с тобой? Ты меня убиваешь. Ну, скажи мне, Эстер. Скажи мне, ради всего святого. Скажи мне, что ты хочешь? Давай я тебе помогу. Все, мама, я больше не могу. Я отказалась от места. Отказалась из-за этого... Ты посмотри на сестру. Она сама не своя. Что случилось? Почему ты плачешь, Эстер? Скажи, что произошло. Габи, Габи, что мне делать? Скажи мне, Габи. Ну и дела. Что, в конце концов, происходит с вами? Что с тобой? Рамиру. Рамиру, ты не знаешь, что случилось с Эстер? Посмотри. Посмотри, с ребенком что-то происходит. Знаешь, со мной тоже что-то случилось. Что? Какая-то бешеная кошка расцарапала меня вот здесь. О, господи. Дорогой мой, дай я посмотрю. Расскажи, как это произошло. Давай я смажу это место. Не надо остаться. Ну ты же знаешь, что на теле всегда полно заразы. Ладно, идем, Эстер. Пойдем спать. Благослови нас, мама. Благослови меня тоже. Идемте спать быстро. Спокойной ночи. Идите спать. Пойдем. Спокойной ночи. Благослови вас всех, Господь. Этот мальчишка какой-то странный. Сейчас я закрою дверь. Позволь мне полечить тебя. Покажи, что у тебя там. Дай-ка я посмотрю. Нет, не надо ничего делать. Не трогай. Я только посмотрю. Оставь. Я должен помнить, что здесь есть кошки, которые могут, одним словом, кошки в период течки. Какие кошки? О чем ты говоришь, любимый? Потому что... Что? Потому что они ведут себя так. Кто? Бешеные самки. Когда у них течка. Что ты говоришь? Течка, понимаешь? Нет, я... Я не понимаю. Ты больше ее не видел? Никогда не говорил с ней? Ничего не объяснил? Конечно. Она исчезла. Наверняка она узнала, что ты женат. Эх, старина. Ты не смог договориться с ней. Женщине надо разговаривать откровенно. Сказать им правду, чтобы потом не возникало проблем. Нет проблем. Хотя и в этом случае они могут и крутить. Ты переживал? Я хочу сказать... Она для тебя что-то значила? Очень многое. Разумеется. Эта сеньора такая... Конечно, Габи. Разумеется. Ты, отец... Я... Вот так штука. Вот так штука, старина. Ну и ну. Ну, боже мой, боже мой. Что случилось, дорогая? Ну? Ну что, пойдем спать? Меня очень беспокоит состояние, Эстер. Очень беспокоит. Да кто знает, что с ней. Скорее всего, от нее отвернулся парень. Ты знаешь, как это бывает. Консуэл. Консуэл. Что? Займись своими дочерьми. А то с ними случится то, что случилось с тобой. В самом деле, добрикам, вроде меня, достается только то, что бросают другие. Послушай... Что ты болтаешь? Ладно, не будем... Не будем об этом. Послушай, если ты согласна, я здесь и свеженький. Ну, почему ты пришел сюда? Ты думаешь, что найдешь здесь то, что тебе необходимо? Разумеется. Это именно то, что мне нужно. Я бы... Я бы променял на что угодно нынешнюю жизнь. По правде говоря, если бы я мог, я бы остался с тобой. Чтобы забыть чувство горечи, которое я сейчас испытываю, понимаешь? Ты не соображаешь, что говоришь. Я это знаю, ведь я живу в этом аду. Я бы отдала свою жизнь, пусть бы со мной произошло то, что сейчас происходит с тобой, лишь бы выбраться из этой бездны. Ужасно. Ты бы решилась на это? Ты думаешь, я стою того? Нет. Не делай этого. Я не стою того. Я не могу. Я приговорен. Я хотел бы убежать отсюда, изменить свою жизнь, изменить все. Но я не могу это сделать. Не могу. Нет, Миранда, тебе здесь нечего делать. Не знаю, зачем ты пришла сюда, но здесь тебе делать нечего. Нечего. Я пришла за тем, чтобы повидать тебя. Разве я виновата, что застала у тебя эту флаксивую девчонку? Миранда, я знаю тебя. Если ты вернулась, то у тебя есть какие-то основания. Какие? После наставления, которое ты мне дала там, ты вернулась неспроста. А может, я пришла, чтобы вернуть тебе поцелуй? Нет, дорогая. Скажи мне, зачем ты пришла ко мне? Выобрази себе, что та невинная девушка, та, что ты обольстил, пришла, чтобы вернуть себе невинность. Оставь эти сказки. Ты самостоятельный человек. Так что, давай, выкладывай, ну? В чем дело? Ну, в чем дело, Миранда? Выкладывай. Что случилось? Скажи мне, что с тобой, Эстер? Черт возьми, раньше ты все рассказывала мне. Ну, сестренка, скажи мне, что с тобой? Или ты больше не доверяешь мне? Ты влюбилась, правда? Конечно, ты влюбилась. Эстер, не скрывай, скажи мне, сестренка, что с тобой происходит? Откройся мне. А то ты меня пугаешься, я начинаю думать, что с тобой произошло что-то страшное. Нет. Нет, нет, Габи, ничего страшного. Дело в том, что я у меня, ну, ты понимаешь, я плохо себя чувствую, и когда это так, то я всегда расклеенная, и у меня депрессия. А, ну, Господи, почему ты сразу не сказала? Сейчас я приготовлю тебе чай с корицей. Нет, нет, побудь со мной немного. Побудь, и все пройдет. Какая ты красивая, сестренка моя дорогая. Сейчас я тебя немного утешу. Мое хорошее. Я тебя так люблю. Должно быть, она здесь. Должно быть, здесь. Опять ты. Опять мы встретились лицом к лицу, Консуэла Грубер. Не о лас-дрогас. Си о лавида.